Сирот инших падеях этого дня, международный семинар присвященный теме распаусюджывания караеда и мерах бороться с ним. Он прошел на территории Гомельского лязгаса. Своим практичным опытом делились представители лесной господарки Беларуси и России. Как испынить распаусюджывание караеда, доведался Дмитрий Котов. Вот эта маленькая насекомая створает великую проблему для лесного фонда региона. Когда караед трапил под кору древа, то выротовать его не отримается. Усяму виной засуха, якая назирается в опошние годы. Узровень грунтовых вод снижается и древом не хапая вильгати. Як выник, яны не могут у полной меры выпрацовывать смолу, головную зброю супрать караеда. А тому у опошних час назирается вельми активный наплыв шкодного насекомого. Задача супрацовников лязгаса – унизить колькость караеда до натурального узровня. Мы очень много поработали зимой, когда караед не активен, он находится в ветках, в стволах деревьев. Мы разработали порядка 8 тысяч только сплошных санитарных рубок, сожгли порубочные остатки и вывезли древесину в то время, когда он еще спал. То есть мы определенное количество караеда убрали за зимний период. Сейчас тот жук, который остался, он заселяет новые деревья. Мы эти деревья, наша задача оперативно выявить, оперативно вырубить и оперативно вывезти из леса. На боротьбу с караедом кинуты амалью все силы лязгаса, допомагая сучасная высокоэффективная техника. До прикладу выпрацовка вот этой машины больше запал гектара в день. А кроме этого не забывают и про обновление лесного фонду. Параллельно с изнищением пошкодженных древ и вывозу дравнины ожитивляется посадка новых лесных пород. Если мы там создавали, допустим, 5 тысяч гектаров при нормальных условиях, то сегодня мы уже создаем порядка 11 тысяч гектаров лесов ежегодно, да, из-за того, что мы вырубаем сплошными санитарными рубками, внеплановые сплошные рубки, да. Но мы их восстанавливаем сразу же. Конечно же, время до возраста спелости дерева пройдет 80 лет. Подобный семинар на территории Гомельской области проводился некольки месяцев тому с уделом проставника Украин Европы. Зараз завитали коллеги из России. До приклада Убранской области с проблемой расповсюдживания караеда у таким масштабе по кульнице утыкнулись. Однако меры застяроги никто не отменял. Он только переходит на границы, замечен у нас Злынковский район Брянской области. Поэтому мы заранее должны быть вооружены. Вот общими усилиями с вами, непосредственно белорусскими коллегами, мы будем принимать такие решения. И чтобы быть готовым, если такие очаги будут возникать на территории Брянской области. Суместный семинар – это могшимость обогульнить практичный опыт, напрацованный белорусскими и российскими коллегами. Завтра работа представников лесной господарки обезья Украин протягнется. Семинар пройден на территории Брянской области.